Он понимает договоренность в письменной форме, содержащейся в документе или в нескольких документах, либо договоренность в устной форме. Это означает, что соглашение может быть достигнуто путем устной договоренности. Не обязательно подписывать какой-либо договор. В том случае, если антивонопольный орган установит, что имело место устное соглашение, мы такие договоренности рассматриваем как антиконкурентные. Из понятия следует, что факт наличия антиконкурентного соглашения не ставится в зависимость от его заключения в виде договора по правилам Гражданского кодекса. То есть нет необходимости подписывать Гражданско-правовой договор и соблюдать требования кодекса к форме данной сделки. Поскольку само по себе антиконкурентное соглашение противоречит требованиям закона, то и отвечать требованиям Гражданского кодекса к форме, содержанию сделки оно не должно. Договоренность достигаемая должна быть реальной. То есть под этим следует понимать готовность участников и фактическую возможность это соглашение реализовать. Что это значит? Это значит, что договоренность риэлторских компаний, например, по приобретению либо по неприобретению Капитолия и Кремля не будет являться антиконкурентным соглашением, поскольку оно не отвечает признаку реальности и исполнимости. Что очень важно помнить юридическим лицам, которые участвуют в закупках, что воля на заключение антиконкурентного соглашения может исходить не только от законного представителя, но также от специалистов, которые фактически участвуют от имени компаний в торгах. То есть такие специалисты фактически могут договориться с такими же специалистами из другой компании, и будучи наделенными полномочиями по участию в торгах, они имеют реальную возможность определять стратегию компании в ходе торгов. Поэтому здесь огромную роль играет политика компаний и создание превентивных мер по недопущению такой ситуации, когда в обход воли исполнительного органа сотрудники предпринимают какие-либо противоречащие закону действиям. Так вот, вернемся к теме картели. Вообще закон о защите конкуренции выделяет несколько видов антиконкурентных соглашений. Это вертикальное соглашение и горизонтальное. Наиболее серьезный вид нарушений антиконкурентов – это картели. Так вот, картель – это соглашение двух хозяйствующих субъектов, либо более, действующих на одном товарном рынке, о пяти вещах. Говоря простым языком, о чем хозяйствующие субъекты могут договариваться, чтобы это было признано картелем. Первый вид такого сговора – это сговор концерна. Например, когда два производителя молока договариваются о том, что с первого числа они повышают цену и устанавливают цену, допустим, не 100 рублей, а 200 рублей. Поскольку они являются конкурентами, поскольку они договорились о цене, о повышении этой цены, то в данном случае такого рода соглашения является картельным соглашением. Второй вид соглашения – это сговоры на торгах. Когда хозяйствующие субъекты договаривают и поддерживают цену, либо повышать, либо снижать ее. Третий вид соглашения – это сговоры на торгах. Соглашение о разделе товарного рынка, когда постсубъекты делят между собой, например, муниципальное образование, в Логманске, договариваются, что я работаю в городе Логманске, я работаю в городе Поле. Четвертый вид соглашения – это сговоры на торгах. Соглашение о создании дефицита. Это когда юридические лица договариваются приостановить выпуск товара, для того, чтобы на рынке образовался дефицит этого товара, спрос на него вырос, и они могли поднять цену. И четвертый вид картеля – это отказ от заключения договора с определенными продавцами или покупателями, то есть соглашение выкатировать какого-либо конкурента. Субтитры создавал DimaTorzok